Здравствуйте, ребята! С вами Ибраева Наталья Бекеновна, учитель истории средней школы номер один города Лисаковска. В начале урока рассмотрите внимательно портреты видных исторических деятелей и подумайте, какая идея объединяет исторические личности. Наверняка у вас есть свои варианты ответа. Конечно же, эти деятели объединяют идеи равенства и социальной справедливости. Запишем тему урока в тетради. Каковы признаки шведской модели социализма? Обозначим цель обучения. Выявлять закономерности исторического развития государств, анализировать особенности социального развития ведущих стран мира во второй половине XX века. Сегодня на уроке вы узнаете значение и главные цели шведской модели социализма. Научитесь выявлять ключевые признаки данной модели, сможете применять полученные исторические знания для интерпретации и оценки современных событий. Ознакомимся с критериями оценивания. Знают общественно-политические течения, определяют положительные и отрицательные черты шведской модели. Ребята, в течение урока вам необходимо заполнить таблицу «Узнаю», «Хочу узнать», «Узнал». В начале урока вы заполняете первые два столбца, к концу урока, систематизировав полученные знания, вы заполняете третий столбец «Узнал». Нам необходимо выяснить, какие пути осуществления идей социальной справедливости предлагали политические деятели в истории. Конечно же, я уверена, вы знаете ответ. Это революции и реформы. Социализм – экономическая, социально-политическая система, характеризующаяся тем, что процесс производства и распределения доходов находится под контролем общества. Перед вами представлены великие деятели социализма. Из пройденных уроков давайте вспомним, какие общественно-политические течения вы знаете. Еще раз их повторим. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, социал-демократия, шведская модель социализма, коммунизм. Ребята, выполните первое задание. Дайте письменные ответы на следующий вопрос. Какие государства мира пытались воплотить идеи социализма? Какие государства мира вы знаете, в которых принципы идеи социализма практически полностью воплотились в жизнь? Перед вами представлены дескрипторы к заданию. Давайте проверим правильные ответы. За каждый правильный ответ по одному баллу. Ответ первому вопросу. Союз Советских Социалистических Республик, Китай, Куба. Ответ на второй вопрос. Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия. Молодцы. Идем далее. Давайте с вами перечислим основные принципы социализма. Социальная справедливость, обобществление собственности, равные возможности, социальная защищенность, интернационализм, право на труд и другое. Да, теперь немного из истории. Еще в середине 19 века Швеция была страной довольно отсталой, по большей части сельскохозяйственной, только приступившей к индустриализации. Экономика в те времена не регулировалась государством. Налоги не были большими, тарифов не существовало. Далее принимались законы, поощрявшие свободное предпринимательство, вводилась система по защите патентов. Поэтому с 1890 года до 1950-х в Швеции темпы развития экономики были самыми мощными в мире. Швеция с 1914 года провозгласила нейтралитет во внешней политике, она не участвовала ни в Первой, ни во Второй мировых войнах. Особенно вкусные плоды страна вкушала в то время, когда вся Европа лежала в руинах. А Швеция осталась единственной европейской страной с нетронутой экономикой и ресурсами, как человеческими, так и производственными. Американцы много вкладывали в финансы в виде помощи разрушенным странам, а потому для шведской промышленности открылись практически неисчерпаемые рынки сбыта. Как тут удивляться, что и без малейшего вмешательства государства все производства работали на полные обороты и рабочих мест хватало абсолютно всем. Именно поэтому и была достигнута та самая полная занятость населения. В итоге к 1950 году обременение налогами не превышало 21% внутреннего валового продукта. Швеция после становления государства как наиболее развитого в экономическом и социальном отношении получила право на термин «шведский социализм». К концу 60-х годов XX века наблюдатели всего мира начали отмечать быстрый экономический рост на полной широкой политике социальных реформ, причем общество оставалось относительно бесконфликтным. Таким образом создавался образ Швеции как успешного государства с безмятежными жителями, что создавало довольно яркий контраст с остальными странами по всему миру. Но нельзя не учитывать слабые стороны данной модели. Это высокая политизированность, преобладание частной собственности в сфере производства и не вмешательство в нее государства, государственные расходы, достигшие рекордных уровней, высокие налоги на благосостояние. Переходим ко второму заданию. Ребята, используя учебные электронные ресурсы на выбор, изучите одну из скандинавских стран со шведской моделью социализма и составьте постер, указав не менее трех ключевых признаков шведской модели экономики. Перед вами представлены страны на выбор. Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция, Исландия. Таким образом, в Скандинавии социальная защищенность считается одним из гражданских прав. Главным принципом распределения социального обеспечения в модели этого типа является универсализм. Ну а теперь, ребята, немного отдохнем и проведем физкульт-минутку для глаз. Сядьте поудобнее, расслабьтесь. Проведем, друзья, сейчас упражнение для глаз. Право, влево посмотрели, глазки все повеселили. Снизу вверх и сверху вниз. Ты хрусталик, не сердись. Посмотри на потолок, отыщи там уголок, чтобы мышцы крепче стали. Смотрим мы по диагонали, мы не будем циркуль брать, будем взглядом круг писать. Немного отдохнули, продолжаем наше занятие. Переходим к третьему заданию. Ребята, выясните положительные и отрицательные стороны шведской модели социализма и внесите в таблицу в своей тетради. Таким образом, шведская модель социализма опирается на полной социальной защите каждого трудящегося. Если кратко, шведская модель социализма определяется под двумя доминирующим целями. Первая – полная занятость трудоспособного населения. Вторая – выравнивание доходов. Именно это и определяет экономику страны. Рынок труда в итоге получил очень быстрое развитие при исключительно большом государственном секторе. Все это говорит о высоких экономических результатах шведской модели социализма. Если же рассматривать государственную устройство и его функции более широко, нужно признать, что это огромный комплекс реалий и политических, и экономических, которые сумели обеспечить высокий уровень жизни. Масштаб политики государства слишком объемен, чтобы можно было обозначить все черты шведской модели социализма. Таким образом, шведский опыт состоит в том, что мощная и хорошо организованная политика на рынке труда высокопродуктивна и на деле является эффективным способом использования денег налогоплательщиков. Социальная политика регулирования рынка труда – это как раз то, что больше всего привлекает внимание шведской модели. Ребята, ну и теперь переходим к таблице. Я попрошу вас запомнить, последний столбец узнал. Пожалуйста, проставьте отметки в листе самоконтроля по трём заданиям. Запишите задание на дом. Подумайте и ответьте письменно на вопрос. Какие признаки шведской модели социализма проявляются в общественном развитии современного Казахстана? Ответы присылайте мне посредством в WhatsApp или других видов мессенджеров для получения обратной связи. Спасибо за урок. Молодцы! До скорых встреч!